мур привет друг это зверько и вновь ml факты если ты анализируешь бои как я рассказывал пару выпусков назад то возможно замечал что на старте при равном фарме тебя почему-то весьма эффективно валили на линии и было не совсем понятно дело в навыках или проблема крылась в другом ответ весьма прост правильно использование малых артефактов на старте игры вот о них и поговорим посмотрев это видео ты больше не будешь проигрывать в ранней игре я расскажу о ряде предметов которые стоят купить еще до приобретения ботинок на старте игры начнем с физических предметов первый интересный предмет это молот ярости он стоит 830 золотых и дает физ атаку плюс 35 а также уникальное проникновение плюс 12 это проникновение означает что вы игнорируете 12 пунктов защиты врага при атаке это один из лучших предметов на старте игры он дешевый и дает серьезный бонус к физическому проникновению у большинства героев на старте физическая защита составляет примерно от 15 до 25 пунктов и отличный первый предмет если ты собираешься на протяжении боя купить клинок семи морей или удар охотника этот предмет можно собрать всего лишь после в двух волн или нескольких лесных крипов серьезно увеличив свой урон отлично подходит таким героем как биатрис броуги или кусака второй предмет это топор великана который стоит всего 790 золотых и дает 30 физической атаки плюс 230 здоровья его уникальный пассивный навык базовые атаки будут давать тебе плюс 10 процентов скорости передвижения у этого предмета нет перезарядки поэтому если вы используете кусаку или лиа морда то вам будет проще преследовать убегающих врагов третий предмет булава вампира за 400 голды булава дает плюс 8 физической атаки и плюс 8 процентов физ вампиризма это чрезвычайно полезный предмет для руби если ты играешь руби осторожно то тебе не придется телепортироваться на фонтан за здоровьем возьми две такие дубинки еще до ботинок и ты сможешь их перекрафтить в когти хаоса и бесконечную битву позднее давайте сделаем перерыв и поговорим о small one официальный и самый надежный партнер mobile legends bank bank для покупки алмазов и игровой валюты в других играх small one предлагает самые низкие цены и вот как ими воспользоваться заходишь на сайт или приложение small one вводишь номер своего игрового аккаунта во вторую строку вводишь номер своего сервера выбираешь сумму алмазов и оплачиваешь отмечу на данный момент можно пополнить аккаунты зарегистрированные в россии а оплата через киви ссылка на сайт будет у меня в комментариях сохрани чтобы не нарваться на мошенников и так что там по предметам теперь поговорим о магических предметах первый предмет это элегантный самоцвет я когда-то давно о нем уже рассказывал он стоит 700 золотых и дает запас здоровья плюс 300 а маны плюс 380 главное это удобная пассивка на старте после получения уровня ты будешь исцеляться на 20 процентов от максимального здоровья и получать 20 процентов от максимального запаса маны что избавит тебя от полетов на фонтан и ты сможешь легко переформить противника этот предмет стоит собрать сразу если у тебя где есть часы судьбы также это лучший предмет для старта в режиме боя даже если тебе не нужны часы судьбы простоишь дольше на линии сможешь купить себе хороший предмет сразу после первой смерти второй предмет и наземная маска она стоит 600 золотых и дает плюс 30 магической силы и плюс 5 процентов скорости передвижения если у тебя в билде есть пылающий жезл палочка гения или теневые парные клинки начни с этого предмета по цене она как две магические книги дает столько же магической силы но ты получаешь бонусную скорость бега хоть это и небольшая разница но скорость передвижения в mobile legends очень важно особенно для позиционки мага третий предмет лазурный клинок стоит он 600 золотых дает плюс 5 к регену маны и 5 процентов скорости перезарядки пассивка если ты атакуешь врага базовой атакой после применения навыка то нанесешь бонусных 50 единиц урона этот предмет идеально подходит в качестве первого предмета клинту или карине не сказать что 50 это много урона но предмет дает ману которая тому же клинту очень нужна и док урон за небольшие деньги увеличивая свой урон в минуту во время фарма линий ты сможешь заставить врага телепортироваться на базу и пропускать линию крипов он будет отставать по фарму с самого начала игры поэтому если ты играешь осторожно и собираешься в дальнейшем собирать бесконечную битву косу бедствия или штормовой пояс этот предмет твой выбор 4 предмет том зла если ты собираешься покупать зачарованный талисман то начни с этой книжки прежде чем покупать другие предметы тут чисто экономическая выгода обычно игроки тыкают на то что выпадает справа в окошке а это сначала магическое ожерелье и затем книга мудрости что в сумме обойдется 570 голды и за эту сумму ты получаешь вот такую стату но если ты начинаешь с книги зла ценой лишь на 380 голды больше ты получаешь вот такие статы это существенно больше атрибутов для старта игры и силы твоего героя далее переходим к защитным предметам первый предмет это стальные ножные латы которые у короче правильнее называть поножи они стоят 530 золотых и дают сходу 45 физической защиты это отличный стартовый предмет для бойцов и танков стоящих против героев с физическим уроном он уже стоят дешевле чем сапоги воина и у них нет эффекта накопления поножи сразу дают 45 единиц брони с ними ты обломаешь стрелка который стартовал смолота ярости это лучший предмет для танка прикрывающего своего стрелка на линии золота если противник конечно с физическим уроном тем более позднее поножи можно перекрафтить шиповную броню о которой я рассказал не так давно также и в господство льда большинство игроков привыкли что даже в рандоме все начинают с ботинок хотя никуда не передвигаются по карте и противник может неправильно рассчитать свой урон и вы с напарником стрелком его гонганете за глупость второй предмет броня неустрашимости она подороже и стоит 720 золотых также дает 40 физической защиты что несколько меньше чем поножи зато сразу дает уникальную пассивку когда ты получаешь физический урон от навыка физ атака атакующего снижается на 5 процентов и эффект может складываться до трех раз снижая атаку агрессора на 15 процентов особая польза в том что противник не только по тебе слабее дамажит но и по твоим напарникам особенно полезно когда у противника массовый урон как у того же клиента задалбывающего своим первым навыкам также предмет полезен бойцам страдающим от нападений наталья иня или кусаки позднее предмет можно будет использовать в сборке древней террасы третий защитный предмет щит из черного льда он стоит 880 золотых дает 400 маны немного физической защиты плюс 22 и отличный бонус к сокращению кд 10 процентов это довольно дешево поскольку ты сходу получаешь сокращение когда и бонус к защите если ты собираешься собирать господство льда то лучше первым купить стальные ножные латы но если ты играешь за хилоса то бонус маны гораздо важнее также если ты умеешь агрессивно играть за тигрила или атласа то ускорение перезарядки для тебя будет важнее и стоит начинать со счета 4 предмет это расплавленная субстанция стоит она 800 золотых и дает 540 здоровья а вот пассивка увеличивает твой урон в минуту просто за то что ты находишься рядом с врагом этот шар жарит и героев и крипов с миньонами так что если ты собираешься купить проклятый шлем то лучше начни именно с субстанции пятый предмет это исцеляющие ожерелье которое стоит всего лишь 140 золотых и дает тебе плюс 4 к регену здоровья это неплохой предмет для танков и бойцов соло линии в ранней игре бывают случаи когда враг ведет себя агрессивно пытаясь отправить тебя на фонтан купив пару ожерельев и пользуясь пассивкой башни если кто не знал на старте игры на башне висит щит и он дает ближайшим союзным героям дополнительную защиту снижая получаемый урон так что ты можешь отсидеться под башней отрегенить здоровье от пары ожерельев а на поздней стадии просто продать их в дополнение мы говорили о снижении урона от физ атаки но не поговорили про маг защиту тут проще это плащ сопротивления магии который дает плюс 18 магической защиты можно сразу купить парочку плащей на танка повесить один плащ спереди другой сзади и обломать магические атаки противнику что еще хотелось бы сказать меня часто укоряют что я о чем-то не рассказал чаще всего это само собой разумеющиеся факты так вот говорю все предметы нужно брать от сложившейся ситуации если ты умеешь анализировать пик героев противника вдобавок если ты играешь через ром или лес с возмездием то сначала берешь ботинки с нужным тебе благословением и лишь потом собираешь стартовый предмет почему я часто пропускаю подобные моменты потому что считаю своих подписчиков умными ты же у меня умный вот и молодец держи лапку на этом все не забудь подписаться на этот канал зайти на мой второй канал пиши комментарии и скоро увидимся пока пока а 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 Победить, что любого должен не убить